приветствую всех зрителей канала сегодня в эфире рубрика посвященная филателе посткроссингу меня зовут алексей на дворе у нас 12 апреля 2022 года и я хочу поздравить всех зрителей с замечательным праздником день космонавтики и сегодня как никогда хотелось бы начать свое видео с крылатого выражения юрия гагарина поехали и и и мы поехали естественно мы филателисты отмечаем этот замечательный праздник который мне очень нравился самого детства я как и многие пацаны советские собирал естественно филатели моя первая тема была естественно космическая и вообще как бы 12 апреля но мне вообще вот такая весна уже когда вот уже сухо тепло когда уже начинают листики листики пока еще у нас на деревьях не выглядывают только на елках он зелененький но и тем не менее 12 апреля предвещал уже моё день рождения которое буквально будет довольно скоро уже и мне пацану это очень нравилось ну и вообще в советском союзе мальчишки через одного хотели космонавтами быть есть даже замечательный анекдот на эту тему но я не буду его рассказывать мы естественно филателисты подготовились к тому чтобы отметить этот праздник спецгашением тем более что у нас уже штемпель на главпочтамки я уже сделал оттиск когда мы тотальный диктант 9 числа гасили вот я вам показывал оттиск в свой блокнотик штемпель замечательный второй год всего как он у нас находится в переводной даты такой простенький лаконичный мне нравится такой с ракетой прикольно я подготовил довольно большое количество заказных открыток но в смысле открыток которые буду отправлять заказной почты для своих друзей блогеров филателистов кому-то в первый раз отправлю поэтому не удивляйтесь с кем я еще пока не переписывался некоторых товарищей я взял адресу алексея дубцова надеюсь вы не будете по этому поводу расстраиваться тем более я все сохраню естественно в тайне никуда дальше адрес не попадет но зато будет приятный сюрприз также буду делать карт максимума для последующего обмена карт максимума я не отправляю один единственная отправляю но там есть причина как бы я в китай полетит у меня но все покажу сейчас на гашение что буду делать что использовать какие мысли меня посещали по во время этого процесса творческого заранее все естественно подготовил у меня уже все готово я ничего делать на почтам те не буду вот в там большой плюс как раз гашение которым можно подготовиться потому что ну вот когда первый день выходит марки надо с утра съездить коллекционер но благо он тут не очень далеко и потом это все мы на главпочтам те обычно клеим сушим и дальше начинаем уже ставить штемпели ну и готовить к отправке здесь все заранее подготовил прям мне так прям нравится значительно больше ну все по предыдущей схеме сейчас доберусь до главпочтам то следующее включение уже будет у нас оттуда основной костяк филателистов у нас уже на месте вот идет активная подготовка материала я хочу показать что я подготовил этот раз пока покажу обороты но уже разложил прошелся уже штемпелем спецгашение осталось мне только оформить стандартной марки чтобы было все по фэн-шуй календарным стемпелем и так здесь вот полный блок я наклеил россия космическая держава какого года у нас его 20 20 очень классно здесь на луне смотрится штемпель давно хотел так сделать вот сделал дальше идут конверты этого года с тюльпанчиками тут я применю серию марок 50-летию байконура тоже классно смотрится это прошлогодний конверт с маркой опять же вот с этого блока и вот такой себе сделал тоже конвертик дальше пошли по открыткам открытки в этот раз использую в основном картинки 24 отличное издательство в качественные классные открытки и применяю вот такую марку 2010 года 50-летие полета первых собак космонавтов белки и стрелки но первых которые вернулись живыми насколько я понимаю до них тоже были собаки печальная история конечно ну ладно не будем об этом там и по моему собак было всяких разных животных но его идея в том что марка мне это очень нравится вообще классная марка и в десятом одиннадцатом годах когда они были в продаже а все цели я их покупал очень много отправлял по посткроссингу а к нынешнему гашень 22 года я их приобрел на мешке по цене в три номинала то есть они у меня с доставкой вышли по 30 рублей за штуку и тем не менее решил их использовать потому что очень красиво мне очень нравится ну тоже байконур тоже с мешка понятно его филателли не приобрести это открытка с гагариным и так как он там изображен в хоккейной форме с клюшкой то я вот такую сделал композицию совместив и 12 число и опять же хоккейную тему на мой взгляд прикольно получилось кто-то получит я думаю что оценит две у меня идут открытки по посткроссингу по официальному германию россию ну германию вроде доходит по крайней мере из германии мне приходят поэтому надеюсь туда дойдут ну и здесь опять же разные варианты некоторые из которых я себе подготовил именно вот по собакам космонавтом 2010 года также вот использую 17 года марки 50-летие космической связи но тоже выглядит с этим со спутником прикольным и вот такой вот еще вот алексею сделал карточку почтовую она пойдет обычной почты то что спецгашение вот сейчас я все это все это большое многообразие отправление валера дай мне вот какую можно тебе взять вот эту скраечку вот это пойдет или дай мне со своим адресом что мы будем не полить я еще не 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 до полера вот приготовил такие карточки для себя любимого да но я про то что это местное производство как вообще надо правильно назвать местное производство это самый сдать можно назвать это вот назвали именно так ну вот раз дядь саша одобряет теперь валерий карточки будем называть сам из дата не до конца форма здесь будет спецгашение но я в принципе больше хотел показать даже не оформление а саму карточку которую валера изготовил 12 апреля и кстати хочу сразу сказать что у нас в этом месяце гашей немного будут ягоды выходить московский спартак пасха и если кто-то хочет получить отправление либо отправить свои наверно уже поздно для последующего оформления то ссылка под видео филателлия новосибирске пишите администратору это собственно валера есть и договаривайтесь обсуждаете все моменты связанные с приобретением или гашением филателлистического материала все сейчас освободится календарный штемпель я погашу стандарты подсушил и наверно покажу оборот уже который я на них собственно какие открытки я использую покажу мы продолжаем гашение пока никто не пришел но возможно все у нас вечером тоже приходят люди до после работы кто-то вообще до 10 же у нас был почтант работает вообще до 10 можно вечера прям по сути туда отправить ну готовить надо раньше не в десять вечера конечно никто не отправит закрывается да да полдесятого пришел успел быстренько но главное до полдесятого уже оформить высушить и отправить что мы там делаем такое интересное извращенное коллекционирование мой как интересно это точно выигрышный наверное будет или он уже проиграл выиграл коллекции а ну да теперь он дорог тем что он а штемпелеван лучше ну прикольно прикольно это это тоже по заказу телезрителю ну вот вот такие заказы так я поставил календарный штемпель сегодня он голубенький но надо сказать в тему космонавтики с голубым небом подходит как раз четко такой вот покрывай конечно днем космонавтики марочка соответствующая она выходила раньше и конвет но прижал рисунком но это будет просто как сувенир без оправки да да он нормально чёртым стол марта и тут только разные года был но прикольно так ну в общем вот погасил сейчас бегом быстренько пройду покажу в принципе все примерно также где пустые вот места у меня остаются я тут напишу пару слов еще заранее не стал писать что думаю как получится как шлифы ляжет как пойдет но так смотрю все принципе получается поэтому такие в целом оформление сейчас подсушу допишу где чего надо и покажу какие открытки у меня там собственно лицевую эту сторону что она никакие сюжеты изображены ну вот так выглядит лицевая сторона соответственно у конвертов оборот решил вот так вот сделать на обороте ну и вообще я хочу сказать что я клапан обычно гашу либо спец гашением либо календарем такого рода антикрашка потому что я считаю что вскрыть конверт чтобы не повредить штемпель не получится ну и вот такой по немецкой системе полностью убил марочку и морде тоже прикольно и открытки какие я вот использую сейчас пройду покажу просто естественно там где белка стрелка там вот как раз марки с белкой стрелкой который я вам уже показывал есть русмарковский кстати вот эти две открытки по официалке пойдут вот это в германию вот это в россии покажу так открытка с гагарином это вот то что я показывал где совместил я марки хоккейные с хоккейным гашением белка стрелка здесь тоже интересные марки вообще везде кстати и марки интересный так это алексеев карточку но и вот таким вот образом все это выглядит прикольно нарядненько дяди саши там куча слушаться всего и готовимся уже к отправке взяли очередь александр юрьевич взял нам всем три чека я его погасил я выбрал чек самым красивым номером но впереди три человека так что принципе готовимся к отправке и будем переходить ко второй части оформлению карт максимум будут они и вот по такому плану в том числе обзор спецгашения 12 апреля дню космонавтики я продолжаю уже из дома нужно было прервать процесс на почты но то что на отправку я все благополучно отправил там всего было 18 отправлений из которых 4 у меня полетела авиапочты международной остальные все по россии в основном заказной так что ждите ребятки те с кем мы общаемся обмениваемся праздничную корреспонденцию сейчас я покажу раз уж я из дома продолжаю записывать я вам покажу заодно как я храню может быть кому-то это интересно будет и так вот показываю картинка 24 это как раз вот эти марки о которых я уже говорил очень хорошо сочетаются с данной открыткой получился замечательный карт максимум единственно конечно вот это поле пустое на нем очень долго сохнет краска не знаю пойму и на ощупь она такая не особо впитывающие то есть сейчас вот аккуратненько прям через салфетки прокладывал долго сохнет штампеля но получились карт максим очень красивый второй такой вариант с белкой стрелкой и вот с гагарином я сделал два марки тоже использую байконурский эти 50-летие байконур который тоже приобретал ну и рассказывал на мешке здесь открытки одинаковые марки разные и вот такой вот серия сделал это валеры самые сдатовские открытки которые он делал еще на 50 пятилетия но они такие яркие нарядные штемпель здесь прям хорошо так лежит и в общем я взял и сделал всю серию покажу сделал всю серию марок открытки здесь одинаковые а серия марок разные ну и как вы уже заметили храню их в папке а 5 формата в файликах а 5 которых новосибирске называют мультифоруме на и как это я делаю я вам сейчас за одну покажу эту закладочку прям сделал так вот здесь хорошо видно здесь один карт максимум то есть я просто беру лист а4 режу его напополам обычная бумага для ну для печати для принтера режу напополам получается опять размечаю и в середине вклеиваю просто клинташи в котором у меня вставляется верхний карт максимум вот таким образом он вставляется просто и все а нижний просто вставляется вниз файлик и вот таким образом все это хранится где-то открытки подлиннее там вообще не видно где стараюсь универсальный где-то размер делать чтобы потом можно было их местами менять таким образом все это храню ну такой на мой взгляд бюджетный вариант и в принципе неплохой вот хотел еще показать то что я сделал в этом году я сделал две вот эти открытки карт максимум то есть эти погашены вот сегодня а в прошлом году я делал всю серию вот этих ведь это вообще открытки валера дело в прошлом году и мы слова нам сделали значит всю серию погасили этих марок у меня на тот момент больше не было была одна серия и половину он забрал половину меня осталось ну я решил в этом году так как у валера остались две открытки я решил сделать всю серию но совершенно забыл что прошлом году я марки располагал вот так внизу штемпель сверху сделал поэтому учет мне показалось вот так будет нормально сделал а вот сейчас уже привез и поставил и оказалось что они немного по-разному но с другой стороны я считаю наоборот что это прикольно что так получилось что не одинаковые собственно говоря открытки то и так одинаковые не поэтому чтоб карт максимум немного в серии выглядели разнообразно наоборот хорошо что так получилось несколько у меня гагаринах значит несколько гагаринах у меня в количестве сделаны так же как и белка и стрелка тоже но это пойдет на обмен все у меня там в фил тегах мы обмениваемся карт максимум потом кстати покажу что она выменял в итоге прикольно есть очень китайские мы которых у нас не купить ни на мешке не где-то еще причем со свежих серий обязательно покажу на этом выпуск буду заканчивать буквально через три дня 15 числа у нас выходит спецгашение серии ягоды выходят новые марки еще через три дня 18 числа мы гасим московский спартак ну понятно с одной стороны отношения у нас оба не имеет конечно к новосибирску но я так понимаю что это изменение связано с тем что отменился шахматный турнир отменил отменился чемпионат мира по волейболу который у нас в локомотив арене в том числе группа c должна была соревноваться и мы должны были его гасить по видимо с этим связан московский спартак которого месяц назад планах то не было ну и дальше у нас 24 числа у нас есть штемпель с переводной это с пасхой обязательно буду делать уже подготавливаю открытки и 22 числа красивая дата 22 04 22 и мало того это день рождения нашего дедушки ленина и на него мы тоже будем готовиться я буду делать карт максимум что-то буду отправлять поэтому ребятки кто хочет принять участие тоже давайте присоединяйтесь 22 04 22 любой может сделать какую-то открытку связано с день рождением ленина и отправить ее друг другу будет и дата прикольная но и открытка тематическая все мы в основном из советского детства надеюсь вам понравилось данное видео пишите свое мнение в комментариях также не забывайте заходить в группы вконтакте это филатели в новосибирске а также группа канала вконтакте ссылки на которые будут под данным видео ну а на группу канала будет также в описании шапки канала на этом желаем много удачи в наших интересных клубе всего доброго и до новых встреч удачи